Здравствуйте, друзья! Решил тут недавно сделать себе подарок на день рождения. Заказал себе посылочку на ebay из Южной Африки. Думаю, не надо объяснять, что может себе заказать нажимание из Южной Африки. И вот, что со мной случилось. В общем, заказал я 11 марта. Дальше смотрим. 13 марта поступила на почту, все хорошо. 30 марта уже был импорт в Москве. 30 марта в 0 часов 45 минут поступила на таможню. Не знаю, почему таможню для меня всегда самый такой волнительный момент. Надеюсь, все было хорошо. В 0,45 поступило. В 0,46 таможенное оформление было завершено. И все замечательно. Выпущено таможню. А вот дальше, дальше началось. 1 апреля, 5 апреля, 10 апреля, 20 апреля. Посылки нет. Начал я волноваться, начал я суетиться. Написал я связался с Почтой России. Мне предложили найти мою посылку, инициировать процесс поиска. Для этого надо либо инвойс, либо копию квитанции об отправке. Связался с продавцом. Продавец связался там со своей почтой. В общем, они недоумевали, зачем нам какие-то копии квитанции, когда у нас есть трек-код. Прислал он мне все бумаги, какие смог найти. отправил я эти бумаги, показал я их, отправил Почтой России. Ну, дальше вы видите, что здравствуйте. Увы, провести полноценные разыскные мероприятия без копии квитанции об отправке невозможно, так как она подтверждает факт отправки и отправления. В переводе на английский квитанции называется так-то так-то. Даже мне перевод сделали. Видите мой ответ, видите, что мне ответили. В общем, дело кончилось тем, что понятно, отвечаю им. В общем, никто не виноват, а клиент без посылки. Стал я тревожить продавца, что, мол, так и так, может быть, вы сможете как-то инициировать со стороны Почты ЮАР поиск. Ну, все-таки жалко, понимаете, подать на возмещение. Ну, смысла нет, потому что видно, что отправил продавец посылку, что она дошла до Москвы, что она прошла таможню. Ну, какое-то возмещение, когда продавец не виноват. В общем, наверное, так я достал продавца, что продавец мне уже в конце одной из последних сообщений он спросил, а сколько стоит купить в России автомат Калашникова. Ну, я не знаю, что он хотел, чтобы я купил и сам застрелился, либо купил и перестрелял почту. В общем, в начале мая смирился с тем, что остался я без посылки, без подарка и так далее. Но те, кто на eBay покупал, знают, что связаться с продавцом проще всего это там нажать кнопку, что товар не пришел и дальше уже можно спокойно писать. Но как только вы нажали кнопку товар не пришел, eBay в курсе каких-то проблем. И, в общем, 7 мая мне приходит письмо от eBay с вопросом, ну, что, как там решился ваш вопрос, на что я пишу, что вопрос не решился никак и просто рассказываю про все, про то, что мне сказала Почта России, что ответил я, про то, что продавец спросил, сколько стоит автомат Калашникова, в общем, вывалил я на этот бедный eBay все, что накипело, все, что было, ну, в конечном итоге говорю, смотрите, залезьте в переписку, все можете прочитать. Это было 7 мая. И что? Смотрим. 8 мая 4 часа 13 минут ночи покинула пункт международного обмена Москва. 9.08 покинул социировочный центр Москва. 14.50 покинула еще чего-то. 9 мая, несмотря на то, что праздники, в час 0.03 прибыла в Смоленск. 10 мая прибыла на мою почту. Получается, как только я напряг eBay, PayPal, тут же нашлась моя почта. Как говорит, известная уже фраза «Совпадение?» Не думаю. Но здесь я не знаю, совпадение, не знаю, совпадение или нет, но вот такой вот казус, что по-хорошему пинали меня, пинали, просили инвойсы, просили еще чего-то, как-то где-то. Почта ответила, что вроде как ничего не поступило, ну ладно, так уж и быть, давайте мы попробуем поискать вашу посылку. Спрашивает что-то с таможней, сами понимаете, смысла не имеет, но вот как на духу. Не знаю, что там делали. eBay, делали или не делали, но сам факт остается фактом. седьмого пожаловался, восьмого вдруг каким-то образом моя посылка, которая уже сколько там, месяц и девять дней была неизвестно где, каким-то чудом нашлась и начало движение ко мне. Совпадение? Не знаю. Всем спасибо за внимание, всем удачных прохождений ваших посылок. До свидания.